Слава Богу, братья и сестры! Приветствую вас с любовью к Господу нашего Иисуса Христа! Мы сегодня имеем уникальную возможность вместе прославлять нашего Бога. Сегодня есть такая возможность, чтобы нам еще и еще раз заглянуть в свое сердце и вот вникнуть в себя, пересмотреть свои пути и если может есть что-то в нашем сердце, то ненужное, то исправить. И пускай нас Бог благословит, чтобы каждое очередное посещение церкви не было для нас напрасным, чтобы наше христианство в целом было настоящим. Знаете, к сожалению, сегодня люди этого мира, они смотрят на нас и не всегда они смогут сказать, что вот этот человек действительно христианин. Этот человек поступает так, как говорит, так, как учит Библия. Знаете, люди неверующие очень часто могут нас чем-то упрекать, как-то говорить, вот нужно вот так поступать, а ты вот верующий человек, и ты поступаешь вот так, и неправильно. Знаете, с таким вот осуждением иногда относятся к нам. И мы понимаем, что мы, как люди верующие, на каждом из нас лежит огромная ответственность, чтобы мы действительно остались светом этому миру, чтобы мы действительно в этой жизни смогли отразить ту Божью любовь, которую Он излил в нашу жизнь. И, знаете, все мы, люди, как рожденные свыше, мы заботимся или задумываемся о том, чтобы наш дух, Он возрастал, чтобы нам не оставаться, знаете, на одном уровне, но чтобы расти, расти в познании Бога. И иногда, знаете, бывают такие ситуации, когда переживаешь, что что-то как будто не то. Иногда бывают падения, ну, знаете, такая жизнь наша состоит. Иногда бывает хорошо, иногда ты чувствуешь, что прям Бог рядом. Иногда бывает так, что кажется, что силы вот духовные уходят. Но мы понимаем то, что Бог, Он всегда рядом. И когда тебе тяжело, когда тебе трудно, Он даже в тот момент готов, и Он и являет свою силу, Он помогает каждому, кто приходит к Нему. И даже когда нам трудно. В нашей жизни мы иногда сталкиваемся с непрощением или с обидами. И бывают такие ситуации, когда хочется, знаете, человеку воздать чем-то плохим, когда человек что-то сделал нехорошее. И Библия нас учит, что такие вот ситуации в нашей жизни необходимо побеждать. Вот необходимо побеждать зло добром. И вся Библия нас учит о том, чтобы любить, чтобы побеждать всякое зло добром, чтобы никакая ненависть в нашем сердце не зародилась, но чтобы мы эту ненависть могли побеждать любовью. Об этом нас учит Библия. Притча, 10 глава, 12 стих. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Итак, тема моей проповеди «Достигайте любви». В Коринфянам 14 главе в 1 стихе написано это выражение «Достигайте любви». И вот я прочитал вот это местописание, притча 10-12. И здесь говорится о том, что когда в сердце человека или вообще в жизни человека есть вот ненависть к другому человеку, то приходят вот эти раздоры в жизнь. Тогда вот эти, знаете, иногда мосты любви, вот этот мир, который строится с человеком, вот эти хорошие отношения, вот эта ненависть, это всё разрушает. Но с другой стороны есть любовь, которая покрывает все грехи. В другом месте Писания написано, что любовь покрывает множество грехов. И любовь есть исполнение закона. И мы читаем 10 заповедей, да? «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, я Господь Бог твой, да не будет тебя других богов пред лицом моим». И другие, знаете, 10 заповедей, которые были даны Моисею народу и вообще в целом всему народу израильскому. И когда Иисус Христос учил народ, он сказал, что две главные заповеди есть. Это «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим и возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот на этих двух, скажем, заповедях строится весь закон. Если в сердце моём, если в своей жизни я достигаю любви, если я стремлюсь к тому, чтобы любить, то, знаете, когда я люблю, то я не буду завидовать, я не буду желать какого-то зла своему ближнему, я буду сострадать, я буду жертвовать, я буду служить ему. И поэтому написано, «Любовь покрывает множество грехов». Или как здесь, «Любовь покрывает все грехи». Вот, если я люблю, я не буду там убивать, я не буду желать дома ближнего твоего, я не буду красть ничего, потому что в моём сердце есть любовь. Я сострадаю человеку, я хочу желать добра только человеку, потому что в сердце есть любовь. Иногда в жизни происходят такие ситуации, когда человек причиняет нам, кто-то причиняет нам боль. В Библии есть примеры мужей Божьих, которым тоже, по сути, причиняли много боли. Давайте вспомним Иосифа, сына Иакова, которого предали братья. Сначала вообще они хотели его убить. И знаете, мы знаем всю хронологию событий, которая происходила в жизни Иосифа, что пришлось страдать, пришлось столько лет просидеть в темнице, предательство пережить. И знаете, в своей жизни, наверное, если бы в моей жизни такое произошло, было бы вообще трудно простить людей, даже своих братьев, в частности, с Иосифом мы видим. И знаете, наверное, сердце Иосифа, оно не было таким. Сердце Иосифа, оно было преображённым, оно сумело всё-таки... Иосиф, он сумел простить своих братьев, когда, знаете, пришёл вот голод в землю, на землю, и приходят эти братья в Египет. И там есть один момент, когда вот Вениамин уже пришёл к Иосифу, то написано, что возгрелась любовь в сердце Иосифа. Он заплакал. И мы видим, что сердце Иосифа, оно было вот та сила простить. Хотя со своей стороны, с человеческой точки зрения, можем сказать, если бы всё это время, вот столько лет, там огромное количество лет, в сердце Иосифа было за это жажда мести, отомстить бы своим братьям за то, что они сделали, то, наверное, бы даже сам Иосиф не достиг бы такого положения, какого достиг. Но Иосиф, он был другим. Он сумел прощать, он сумел достигать, знаете, вот этой любви. И, знаете, любить — это непросто. Любить — это, когда тебя обижают, ты прощаешь. Любовь — это жертва. Любовь Божья, мы знаем, извилась в нашу жизнь благодаря тому, что Иисус Христос пришёл на эту землю. Он умер и воскрес. Он принёс эту жертву за нас, за наши грехи, чтобы сегодня ты и я мы могли жить свободной жизнью, чтобы мы имели доступ к Божьей благодати, чтобы мы имели спасение. И мы читаем всю Библию в целом, и Новый Завет апостолы учили. Вы знаете, люблю читать Евангелие Иоанна, послание Иоанна. Он много говорит о любви, о том, что это, чем является любовь в нашей жизни, для чего она нам необходима. И, вы знаете, в Коринфянам, книга Коринфянам, там говорится о любви очень много. Если мы читаем ту же 14 главу, там в первом стихе «Достигайте любви», то предыдущая, вот 13-я, 12-я глава, они тоже говорят о любви. В 13-й главе говорится о том, что если я, значит, имею, если говорю языками ангельскими, а любви не имею, то я ничто по сути. Если я имею веру, если я отдам душу свою в сожжение, а любви не имею, то всё равно я ничто. Знаете, кажется, вроде бы ты и жертвенный, вроде бы ты, вот, как-то, такие, кажется, на первый взгляд, может, даже проявления любви, но что-то не то может быть. И даже такое может быть. И главное, чтобы была любовь. Любовь в сердце. Если ты движим любовью, если в твоём сердце горит настоящая любовь, то только тогда имеет смысл что-то, знаете, делать, что-то, если ты делаешь с любовью, не для какой-то выгоды, может, чтобы тебя кто-то похвалил, или что-то тебе хорошего сказал, или, может, чем-то тебе за это воздал, но потому что ты безвозмездную любовью, скажем так, делаешь, безграничную любовью. И Божье Слово нас учит о том, чтобы мы имели любовь. Потому что все дела без любви, они бессмысленны. Матфея, 5 глава, с 38 стиха, и дальше там написаны такие слова. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вам, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И так вот, знаете, читая это местописание, читая, знаете, другие места Писания, человек, который имеет в своем сердце любовь, человек, который достигает любви, Библия говорит, что этот человек как-то по-особенному имеет отношение с Богом. человек, который рожден от Бога и знает Бога. Иоанна 4,7 возлюбленный будет любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Вот в чьем сердце есть любовь? Это говорит о том, что человек знает Бога. Этот человек пережил личную встречу с Ним. Он строит отношения с Ними дальше. И знаете, здесь вот, Матфей, вот в этой пятой главе, здесь говорится о том, что, знаете, мы можем в своей жизни как-то, если нам хорошо делать, то и мы хорошо сделаем человеку. Если нас любят, то и мы будем любить другого. Ну, знаете, как бы здесь с осуждением говорится, что, ну, какая нам за это награда, какая польза из этого. Нам необходимо любить врагов наших, вот тех, которые что-то делают плохое для нас. Вот нам в таких вот ситуациях, в таких вот моментах необходимо проявить свою вот настоящую вот натуру, вынести то доброе, что есть из нашего сердца, если оно, конечно, там есть. И Библия нас постоянно учит, что если я буду поступать, если я буду своему врагу, знаете, делать хорошо, это определённо произведёт определённые действия в жизни такого человека. Знаете, в книгах Прич в Новом Завете где-то говорится о том, что если мы будем человеку, который делает нам зло, воздавать добром, то мы соберём на голову эти горячие угли. И это тоже, оно будет как-то влиять на человека. Человек, наверное, будет смотреть и что-то происходить с сердцем такого человека. Знаете, я как-то в одной книге я читал такой хороший пример. Это происходило в Китае. Одного брата за то, что он проповедовал, Евангелие в тюрьму посадили. И там к им в камеру подселили одного человека, который был приговорён к смертной казни. Этот человек вёл себя ужасно, кричал, избивал. То есть смотреть на него было страшно. И к ним подселяют в эту камеру этого человека. Но уже в той камере этот брат там проповедовал, и многие приняли Иисуса Христа. И он так говорит всем вот этим своим братьям, скажем, что давайте мы к этому человеку проявим любовь. Что если вот там дают определённую пищу, мы с ним будем делиться, мы будем помогать ему. Он, знаете, пришёл в эту камеру избитый, они его залечили, вот эти раны оттерли, как-то вот, знаете, сделали так, чтобы было хорошо. И в определённый момент вот этот человек, который, кажется, от него отказались близкие, от него отказались друзья, он приговорён к смертной казни, но эта душа была дорога для Бога. И эти люди, они проявили любовь к этому человеку, хотя, казалось бы, такому человеку нет прощения. И в один момент этот человек, он падает на колени и говорит, «За что вы со мной так вот? За что вы меня любите? Вот я такой и такой». И, знаете, в сердце этого человека, через людей, которые оказали любовь, в сердцах которых людей была вот эта любовь Божия, они отразили эту любовь, они показали эту любовь этому человеку, и этот человек впоследствии мы понимаем и верим в то, что он получил спасение. Даже такие люди, они обретают спасение благодаря безграничной любви Божьей. Поэтому пускай нас Бог, братья и сёстры, благословит в том, чтобы мы в своей жизни достигали любви. А сила любви, она огромная. Когда ты любишь, ты прощаешь. Когда ты любишь, ты жертвуешь. Когда ты любишь, то служишь. Знаете, в Коринфе нам там приводится, много говорится о любви, и это много связано с служением. То есть когда ты любишь, то ты будешь служить ближним. Ты будешь вот эти дары служения проявлять. Это всё оно как-то связано. Поэтому пускай нас Бог благословит, чтобы в нашей жизни была любовь, чтобы мы достигали её, чтобы мы любовью служили друг другу, чтобы мы действительно были жертвенными, чтобы мы посвятили себя, знаете, иногда для других, для того, чтобы другие люди были спасены, для того, чтобы другие люди обрели свободу, чтобы в жизни других людей извелась та любовь Божья. Поэтому в этом пускай нас Бог благословит. Мы давайте сейчас склонимся на наши колени, будем молиться Богу. Аминь.